В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. По учению Святаго Иоанна Златоуста из беседы 9 на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Один мудрый муж сказал, «Ибо начало греха — гордость». Сирахов 10, 15. То есть корень, источник, мать. Через нее и первозданный человек лишился блаженного состояния. Через нее и обольстивший его дьявол не спал с высоты своего достоинства. Это гнусное существо, узнав, что грех сей может низвергнуть из самых небес, избрал этот путь, чтобы лишить Адама столь великой чести. Надмив его обещанием равенства с Богом, он таким образом не спроверг и не зринул Адама в самую глубину ада. «Одлинно! Ничто так не отчуждает от человеколюбия Божия и не подвергает огню гиенскому, как преобладание высокомерия. Когда оно в нас есть, то вся наша жизнь делается нечистую, хотя бы мы подвязались в целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях. «Мерзость пред Господом всяки надменны сердцем». Притча 16.5 Итак, если хотим быть чистыми и свободными от наказания уготованного дьяволу, обуздаем в себе надменность духа, отсечем высокомерие. А что гордым необходимо подвергнуться одному наказанию с дьяволом, «Послушай, что говорит об этом Павел. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». 1 Тимофея 3.6 Что значит осуждению? То есть в то же осуждение, в то же наказание. Как же избежать этой беды? И избежим, если будем размышлять о своей природе, о множестве согрешений, о великости будущих мучений, о том, что все, кажущееся здесь, блистательным, привременно, ничем не лучше травы и увядает скорее весенних цветов. Если часто будем возбуждать в себе такие мысли и приводить в себе на память людей, совершивших великие подвиги, то дьявол нелегко возможно надмить нас. Сколько бы ни усиливался, невозможно даже запнуть нас на первых шагах. А Бог, Бог смиренный, смиренных, благий и милосердый, Сам додаст вам и нам сердце сокрушенное и смиренное. Таким образом, мы возможем легко совершить и все прочее. Во славу Господа нашего и Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу и Святому Духу во веки веков. Аминь.